Малые огоньки И обратите внимание на те тексты, которые нам предлагаются как основы этого учения. Первое. Что есть большая заповедь? Как-то спросили Христа. Что Он ответил? Возлюбить Бога. Что читаем мы? Первое. Если посторонняя плоть угрожает физической расправой как над твоей плотью, так и над посторонней, нуждающейся в защите, то сила твоя должна иметь цель лишь усмирить разыгравшуюся слепую ярость, но в минуту твоего противопостояния в тебе не должно исчезнуть стремление отдать тепло души своему несчастному, что и делай после того, как остановишь слепую ярость. Не понял, это первая заповедь или первый момент? К чему? Вот к чему этот первый момент? Наверное, знаете, все вот эти новые учения, они очень характерно привязаны к своему времени. Видимо, Виссариона действительно серьезно гоняли и по первости он испытывал проблемы, его последователи тоже испытывали проблемы. Видимо, следствием всех этих вещей стала такая первая заповедь. Третья заповедь Если твоя неправда несет зло, то душа твоя уврат великих страданий. Если неправда несет разочарование, то сие будет злом. Неправда, покрывающее зло, еще большее зло. Внимание! Но неправда, несущая благо, есть мудрость. Еще раз повторю. Неправда, несущая благо, есть мудрость. Интересный. Сразу же третий пункт. Давайте обратим внимание на логическое построение. Неправда, несущая зло, страдания. Неправда, несущая разочарование, зло. Неправда, несущая зло, еще большее зло. А вот неправда, несущая благо, есть мудрость. То есть допускается, что неправда может нести благо и это хорошо, это мудрость. Не кажется ли вам, что с самого начала Виссарион хочет дать оправдание всем своим учениям? В этом третьем пункте. Дальше. Шестой пункт. Не кради. Понятно. Не кради точка. Но дальше есть объяснение. Ибо сие не только временами наносит ущерб житию плоти человека. Что такое временами наносит? В Библии не сказано, никак не обусловлено это заповедь. Не кради точка в любом состоянии, в любом времени, в любом количестве. Относится к любому. Не кради, вообще не кради. Но здесь подразумевается, что временами наносит ущерб, но всегда распространяет соблазн в неверие людям. Неверие людям рождает холод душевный. Холод душевный равносилен смерти. То есть, пожалуйста, проблема воровства в чем? В том, что это рождает холод душевный, который равносилен смерти. Надо же, какая интерпретация, интертрепация заповеди, да? Восьмой пункт. Если не веришь, не имей дел с этим человеком. Вы заимел дело, доверяй полностью. Но недоверие указывает на ссор в душе твоей. Да, то есть, как... Если... То есть, ты должен или верить человеку, или вообще никак не иметь никакого мнения или отношения к нему. Потому что, как только ты... У тебя есть какое-то недоверие, это есть ссор в твоей душе. Интересно. Десятый. Почитай уважением веру верующего. То есть, неважно, во что верить, просто почитай его уважением. В принципе, да, хороший такой нормальный принцип. Мы уважаем веру любого человека, просто как его свободный выбор. Но это не значит, что мы должны также уважать и объект этой веры. Тринадцатый пункт. Если посторонняя плоть терпит страдания, а вы имеете сознание оказать помощь, с христианской точки зрения, как, что мы... То есть, кто-то страдает, вы можете оказать помощь. Смотрите, здесь другой вариант. Но не оказывает ее. То есть, ее указывает на молодушие. Да, то есть, молодушие. Ну, нестандартно, интересно. Стремись... Восемнадцатый. Стремись достичь высот любви духовной, одной из трех сестер матери совершенства. Хорошо, стремлюсь. Она возникает между человеком и окружающим его вером, как людей, так и животных и растительности. Ну, хорошо. Дальше интереснее. Девятнадцатый пункт. Не избегай соблазнов, ибо только в непосредственном преодолении каждого соблазна происходит истинное очищение души. Если чувствуешь нехватку сил в очищении всем, ищи человека, который даст силы. Сей человек уже ждет тебя. Помни слова Божии. Слова Божии, интересно. Не иди коротким путем, ибо в мою страну не каждый войдет. Что это? Смотрите, мы в 1 Тимаофеев 6, 10, 11 читаем. Убегай вредных похотей. А здесь говорится, не избегай соблазнов. Как приятно. Ибо только в непосредственном преодолении каждого соблазна. То есть, для того, чтобы понять, как их избегать, нужно сначала их преодолеть. Интересно, интересно. Происходит истинное очищение души. Замечательные заповеди. Двадцатый пункт. Не уходи от мира. Ну, можно понимать по-разному. Но здесь объясняется. Ибо благодать, которую ищешь, должна передаваться от человека к человеку. Только всем и сила. Да? От человека к человеку. Если у тебя возникают трудности с преодолением искушения, ищи помощи у человека. А помните, проклят всякий, кто надеется на человека. А здесь в заповеди говорится, надейтесь на человека. Проходите искушение. Это нормально. Все нормально. Ничего там плохого нет. Двадцать первый. Истинное покаяние есть способность открыть душу свою перед Богом. Интересно. То есть, не покаяние в своих грехах, а открыть свою душу. И умение переживать боль и утрату того человека или любого другого существа, животного и растительного мира, которому сотворил зло. Вот что оказывается покаяние. Переживать боль и утрату другого существа, животного или растительного мира, которому сотворил зло. То есть ты створил, а вот даже покаяние за свои грехи, нет, ну за утрату, да. Что же касается покаяния в личной слабости, то способность переживать ее, раскрывая душу перед Богом, говорит о существующей возможности использовать благодать его для преодоления послабления. Двадцать второе. Не стремитесь судить о большем. Хороший пункт, да? А помните, в Иоанна, в первом послании Иоанна, в четвертой главе, первом стихе говорится, что не всякому духу верьте, но испытывайте. А здесь не стремитесь, не стремитесь судить о большем. Двадцать пятый пункт. Не торопи время и не пытайся забежать вперед. А помните в первом коринфянам? Так бегите, чтобы получить. Ищите, ищите, стремитесь к Царству Небесному. Не надо торопиться. Бегущие и шаркающие только больше поднимают пыль. Заповедь Божий. Двадцать восьмой. Не засыряй полмыслы свои сознанием того, что, того, будет ли тебе воздано благо за твое благо. Ибо человек никогда не сможет истинно очиститься и достичь духовных вершин, пока в нем процветает сознание уготованного воздаяния. То есть, как только, ну понятно, как только твоя мотивация ради воздаяния, то, соответственно, ты никогда не сможешь достичь. Вопрос. Что же есть истинное очищение? Истинное очищение есть праведный труд от неудержимой потребности души. Что такое, объясните мне вам, что такое праведный труд от неудержимой потребности души? Интересно и запутанно. Дальше у нас еще более интересно. Вообще, мне кажется, многие культы спотыкаются на этой доктрине, не прелюбодействуй. И как-то вот само собой получается, они начинают так извращать это совершенно простую и понятную заповедь, которая есть в Писании и вокруг которой в Библии, в принципе, много даже таких серьезных разночтений-то и не существует, потому что и Господь ее уточнил, описал, что это значит. Ну, смотрите, 33 заповедь. Не прелюбодействуй. Понятно. Сие развивает способность отдавать предпочтение плотским усладам и пребывать в слепости по отношению к тому, что ты приносишь вред душе другого человека. Да, то есть не прелюбодействуй не потому, что это ты согрешаешь, а ты приносишь вред душе другого человека. Итак, нести вред другого человека есть тяжелейший грех. Способность приносить вред душе превращает тебя в никчемное существо. Вообще, те, кто прелюбодействует, они не заботятся о том, что они превращаются в никчемное существо. Они рады тому, что они прелюбодействуют. Ну, пусть они никчемные существа. Нормально все это утехи плоти они описывают как совершенно естественные порывы. Чувство вожделения, кое возникает у мужчины во время созерцания женщины, не подвластно сознанию его. Да, а помните в Матфеи в пятой главе, посмотревшись с вожделением, уже согрешает. А здесь нет, не подвластно. Дальше. Возникновение сего вожделения не есть прегрешение. Но ежели мужчина словом или делом проявит сие, то он совершает грех. Ибо, почему? Ибо создает соблазн нанесения вреда душам людей, то есть другим людям, не себе. Помните, любование красотой, невлекущее чувство зависти, оказывается, в возделении это чувство зависти, и стремление владеть ей есть мера чистоты. Нормально, то есть вот. Закон прелюбодеяния касается только тех, кто скреплен брачными узами. Подвергшиеся разводу не имеют отношения к всему. Интересный получается компот. Стремитесь, по поводу спасения, стремитесь достичь чего? Царства небесного? Нет, гармонии. Гармонии божественных и природных начал в сущности своей. То есть не со страхом и трепетом совершаете свое спасение, да? А стремитесь достичь гармонии божественных и природных начал в сущности своей. Ну, почему я так, может быть, с юмором об этом и говорю? Для людей, исповедующих учения новой эры, гармония, достижение гармонии с природой, это действительно высшая цель существования. Для меня, как для христианина, это выглядит весело или там, или смешно, потому как мы понимаем, что до того, как человек не достигает гармонии общения с Богом, до того, как он не изменен Богом, не обновлен его благодатью, не имеет спасения во Христе, человек находится как бы в больном состоянии, в ненормальном состоянии, в своем испорченном состоянии, и он не может достичь этой гармонии сам своими собственными силами. На фоне христианства вот эти все общие призывы к гармонии, они кажутся смешными. Если мы действительно будем сидеть в неком обществе эзотериков и рассуждать о общих целях человечества, то там вопрос гармонии будет поставлен во главу угла. Но с точки зрения христианства, без гармонии с Богом невозможно достичь ничего другого. 37. Помните, познание самого себя – один из главных постулатов учения новой эры. Познавай себя и возможности свои, дабы быть в состоянии устранить нарушение. Отныне плоть должна сама себя излечивать. И помните одно из постулатов новой эры, что целительство является одним из основных аспектов. Здесь болезнь в большинстве случаев есть наказание за неспособность удерживать плоть свою в гармонии с природой. То есть, если болеете, значит, у вас плоть не в гармонии с природой. И янь у вас неправильно отрегулирована. Очень опасный такой пункт. Кажется, ничего странного, то есть, ничего страшного. Ну и что, что они не стремятся познать чего-то другого? Они же хотят идти к истине. Но вдумайтесь. Следующее. 38. Не стремись познавать все больше и больше. Ибо качество человека не зависит от объема технических познаний. Да, мы понимаем, что от технических сознаний качество человека не зависит. Но его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Дело в том, что есть еще 39 заповедь, о которой мы поговорим. То есть, Виссарион прямо учит. Не надо стремиться познавать этот мир, потому что от познания ничего не зависит. Каждый человек должен знать только то, что помогает развиваться его истине. И развивать его истинные способности в гармонии с окружающим миром. А как ты это узнаешь? Только с помощью чувств. Стремление вскрыть любую встречающуюся тайну на основе научных данных есть признак больного разума. То есть, люди, которые занимаются наукой, у них больной разум. Почему? 39. Развивай воображение. То есть, сие есть мощная сила истинного познания бытия. Ни разум, ни сознание, а воображение есть истинная сила познания бытия. Как интересно. Конечно, на этом фоне можно любую доктрину внедрять, любую доктрину представлять. Почему? Потому что вы должны уважать веру. Вы не имеете права обращать внимание на критику. Вы не должны стремиться познавать все больше и больше. Но лишь силой своего воображения познавать этот мир. Какая опасная дорога. 44 пункт. Ну, в данном случае... Кстати, чем ближе к окончанию, тем больше пунктов. И там уже начинают встречаться некие притчи, какие-то описания и так далее. 44 пункт. Будь умерен в удовлетворении похоти плоти. Привыкание плоти к постоянному ублажению ведет к страданию души, а после к смерти плоти. Страдания будут тем сильнее, чем более безрассудно человек относится к удовлетворению своих желаний. Эвиакова мы читаем в первой главе, что каждый искушается собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. А здесь, смотрите, будь умерен в удовлетворении своей похоти. Все нормально. Прилюбодеяния нет, тем более, если ты не в супружности находишься. Нужно все понимать не с помощью мыслительных своих вещей, то есть не с помощью критического воззрения, а с помощью воображения. И вообще, не стоит просто перегибать палку, а так похоти это нормально. Если мужчина стремится иметь несколько жен, то всем проявляется лишь слабость перед плотскими потребностями и несостоятельность достичь гармонии любви природной. То есть здесь не говорится о том, что нельзя иметь много жен. Нет, говорится, что человек для своего супружеского житья должен иметь одного избранника, ибо природная любовь возникает только между двумя воссоединяющимися. Но если мужчина стремится иметь несколько жен, ничего там страшного нет, то всем проявляется лишь слабость. Не грех, а слабость. Познай, 59-й, познай истину гармонии с природой. Дабы они оказаться на задворках ее больным и никчемным. И последнее, 61-е. Как бы мы начали с первой и заканчиваем 61-й. Кажется, что он тоже последний заповедь, что-то должно быть такое куда-то приводящее нас. Если ты слушаешь, то иди туда, где говорят. Если ты говоришь, то иди туда, где слушают. Бессмысленно говорить там, где стремятся высказаться. К чему бы это? В Матфеи, 15-й главе, в 9-м стихе говорится «Но тщетно чтут меня учением и заповедям человеческим». Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Давайте просто для примера, чтобы как бы немножко очистить и вспомнить действительно заповеди Господни и в контрасте увидеть, что же такое Господни заповеди. Прочитаем Исход 20-ю главу. Изрек Бог все слова сей, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе, вверху, что на земле, внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. «Помни день субботний, чтобы свидеть его. Шесть дней работай и делай всякие дела, а день седьмый, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. «Посему был и славил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». «И весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидел то, народ отступил и стал вдали». Какой контраст с теми заповедями, которые мы слышали от Виссариона. О том мы закончим. Возможно, еще поговорим об апологетике Виссариона. Но все познается в контрасте. Для нас Писание является тем самым мерилом, на основании которого мы сравниваем другие учения. Музыка Продолжение следует...